Если я хочу воспринять какую-то силу, уловить, которая существует в природе, я должен соответствовать этой силе. Поэтому если я хочу уловить тоже, скажем, радиоволну, ту же радиоволну, я должен выстроить радиоприёмник, который воспринимает, улавливает эту волну, и тогда я раскрою, что эта волна существует, находится в воздухе. Так всё зависит от приёмника. Творец, он наполняет всю реальность. Есть у него бесконечное количество волн по частотам и в разных формах. Это общая волна, которая буквально формирует и держит всю реальность. Как я улавливаю его? Говорят мне, каббалисты, тебе не хватает приёмника, чтобы ты воспринял его, раскрыл его. И этот приёмник, он затем увидишь, насколько он включает в себя различные возможности, как в радиоприёмнике. Когда ты крутишь настройку в радио, и в соответствии с этим ты воспринимаешь волну, которая находится вне приёмника. Так ты сможешь воспринимать Творца в разных его видах проявления, в разных его формах. Сколько есть у него форм и видов проявления? 125 ступеней восприятия. И на каждой ступени есть у тебя 10 сферов, прямого света и отражённого света. Ещё разные явления и явления. Так мы раскрываем Творца постепенно, постепенно. Методика, которая раскрывает Творца человеку в соответствии с тем, насколько человек меняет себя, потому что человек здесь должен быть приёмником. Эта методика называется наукой каббала, наукой получения, восприятия. Всё раскрытие Творца в человеке — это то, что мы изучаем, как он раскрывается в нас. И не раскрывается ни в каком другом приборе, но этот прибор, каждый строит его в себе. С помощью чего я строю? С помощью того, что я включаюсь в десятку, я воспринимаю от десятки их свойства и буквально впитываю их внутрь, и тогда вся десятка, она находится во мне, и тогда в этом я раскрываю внутреннюю силу, которая связывает все эти 10 частей, и это называется «бо-уре», приди вы ведь, «бо-ре». Это то, что мы делаем. Так, начало построения кли, в котором раскрывается Творец, это называется «выход из Египта». Египетским исходом, когда я начинаю строить и своих желаний получать различных чуждых друг к другу, я начинаю выстраивать выше знания, то есть в силе бины, в силе отдачи, в силе соединения выстраивать над ними мостик, связь, то есть и сеть связи, которую я начинаю выстраивать, выше сил получения, в этой сети связи я воспринимаю Творца. Это называется раскрытие Творца творению. К этому мы приходим с помощью выхода из Египта в состояние, которое называется праздником Песах. Что такое Песах? Перешел. Когда мы выходим, делаем шаг вперед вне нашего желания получать. Всё.